Привет, друзья! С вами Крюковый. И мы продолжаем ремонт в нашей однушке. Уже очень много всего поменялось. Работаем мы уже целый месяц. Мы сделали ванну, мы сделали стены. И сейчас я вам все покажу. Я вам покажу, как мы закупили плитку, какие мы выбрали цвета, какие мы купили еще стройматериалы, как мы перенесли батареи. Все вы увидите в этом видео. Я приехал в магазин «Апельсин», который у нас совсем недавно открылся. Здесь мы вчера были первый раз, присмотрели эту плитку. Магазинчик нам очень понравился. Особенно плитка по 400 рублей за метр. Таких цен я не помню, даже когда мы делали нашу прошлую квартиру. 6 лет назад, 7 уже, мы брали, по-моему, плитку по 600 рублей, то средней цены. А это по 400 рублей. И вот такой красивый магазинчик у вас есть в городе. Если есть, то обратите на него внимание. Правда, плитку надо записываться в очередь. Вот я за этим и приехал. Вот эту плитку мы берем. Керамзитовая. Жасмин называется. Берем самую светлую и самую темную. Значит, по сумме 8 563 рублей за 3 копейки. Отлично. И затирки что-то нужно или это потом? Наверное, потом, потому что я без мастера не решу этот момент. Да, я приеду. Давайте какую-нибудь предоплату сделаем. Плитку мы приобрели. Цена очень даже клевая. 8 500 за все. У меня это очень-очень-очень понравилось. Все, идем. Идем оплачивать в администрацию. Здравствуйте. Мне бы за плитку предоплату внести к вам. Номер менеджера в заказе я подчеркнула. Появятся вопросы, обращайтесь. Какая красотища. Смотрите, здесь и лопатки всякие. И отбиваются. Чего только нету, да? Ну, супер. Магазинчик мне что-то нравится. Вчера заказал плитку, а сегодня мне уже позвонили. Сказали, что приезжайте, забирайте. Хотя доставка ожидалась в конце недели. Но вот заказ выполнен был очень-очень быстро. Зашел, оплатил. Вот вышел теперь на склад. Иду получать. Самая большая загадка у меня, сколько у меня ящиков. Потому что пока не говорят, держат в секрете. Какую машину мне мать? Большую или очень большую? Так, ну одной точно семь коробок будет. Семь. И второй четырнадцать. Двадцать одна коробка. Двадцать одна. А коробка вот такая, да? Коробка, да, такая. В итоге будет семь плюс четырнадцать. Двадцать одна. У нас сделали новый проспект. Увеличили аж на полосу. В каждую сторону стало по три полосы. И все равно я уже стою во второй пробке, пока его проезжают. Что происходит-то, люди? Откуда у вас столько? Или нам все-таки мосты надо строить, а не просто улицы расширять? Появились инструменты в нашей квартире. И настроение от этого улучшается. А вот и Костя штукатурит нашу ванну. Да, сейчас идет самый грязный этап нашей работы. Но все равно стеночки становятся ровные и глаз радуется. Вот лежат мои мешочки, которые я таскал. Сейчас уже половина из них израсходована. А пустые мешочки, видите, лежат, ждут мусор. Вот наш хваленый бергалф. Посмотрим, как он постоит за эти деньги. Триста рублей за мешок. Он должен сам прыгать на стены и держаться. Штукатурка-то летит, как пирожки горячие. Уже... Да я уже тоже боюсь. Что, осталось восемь мешков, да? Да, это ерунда. Ну, это ничего. Я и говорю, что это ничего. Это вот бергалф. Это не цементная песочная штукатурка. Да, стой. Та дешевле, я не спорю. Но, с другой стороны, стой возиться. Вот этот объем я бы не успел сделать. Ну, она может только чуть-чуть накидать и ждать до завтра. Она оползает. Ты накидываешь, оползает. А эту, вот три ведра, это вот раз все. Три мешка накидал. Вот здесь сразу все прошел, накидал. То есть, это вот вчера было два с половиной мешка раз и все. То есть, как бы, снеги, морои вообще. Мало того, застывает. Она уже перфоратор попал. Костя говорит, вот про этот. Про этот бренд Бергав. Ты нам должен денег. Мы тебе рекламируем. Так у нас провиснет новая батарея. Ну, она будет... Здесь уберем две секции. Хотя, по идее, если можно было еще убрать, можно было бы и все пять блокнот. Они даже... А мы пять и ватнем. Тут семь было. Ну, ватнем мы пять. По-моему, самый удобный вариант. И самое дорогое удовольствие в этом у нас это краны. Краны. Это самые дорогие вещи. И комбинированные муфты. Она тоже дорогая. Комбинированные, которые с пластика на металл, да? Ну, вот они комби. Это комбинированные муфты. Переход с пластика на металл, да? Да. Муфта паечная. Просто муфта. Это бочонок. Ну, по-простому это бочонок. Это недорогие вещи. Самые дорогие тут большие будут. Ну, рублей двадцать пять. Это на шестьдесятые. То есть, вот так вот батарейку завернуть, обошлось практически в три тысячи. Только по этим... Вот этой хрени, как я это называю. Да. Плюс еще слив воды и плюс ровод. То есть, дорогие друзья, если вы захотите батарейку завернуть, вы подумайте, что это не просто так делается. Это стоит денег. Ну, с другой стороны, вот сделать... Нет, какой дурак сюда повесил батарею, я прошу прощения. Потому что здесь потом... Вообще ничего в этой кухоньке крохотный. Вообще ничего нельзя поставить. И сюда холодильник не поставить. Да. Батарею. Сюда не поставить. И сюда не поставить. Опять батарею. Да. И стол кухонный не поставить. И стол. Тем более, та, которая была в батарее, но вот в зале. Ну, это, конечно, это... Это какой-то материал, который гемгемор, да? Это с алюминиевой пленкой. Да. Но он же, вот, говорит, хороший, нет? Нет. Ну, качественный? Нет? Не более? А. У алюминиевой пленки есть какая-то простая такая мулька нехорошая, из-за которой очень много есть течи. Здесь, когда муфта паяется, пластик пластику, здесь ничего нигде нету. Дурочек нету. Но когда на алюминий насаживаются, а многие сантехники делают очень быстро, спешат, они прямо на алюминий напаяли, и все. Водичка идет под алюминиевую пленку. А, под пластик, да? Сантехники говорят, а ничего не будет, нам говорят. А я сталкивался с тем, что они рвутся. Мастер занимается делами профессиональными, ну а всякую мелочевку делаю я сам. Мои задачи сегодня – ободрать старые обои оставшиеся, отодрать старый скотч, который я не до конца отодрал, и отбить плитку на кухне. Лучше не придумаешь способа, как человеческие ногти. Берете скотч, очень аккуратненько его отлепляем, потому что так, поверьте мне, вот так вот медленно – это, поверьте мне, очень быстро. Если вы скотч сорвете неаккуратно, то замучаетесь отскребать мелкие кусочки. Вот так, вот так хорошо, хорошо тянете, 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 тянете. Хоп! И вот все, что осталось, немножко клея – это легко удалиться. Чем? О, смотрите, вот даже от пальцев невозможно снять. Снять. Хоп, 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 а он здесь, хоп, хоп, опять здесь, смотрите, хоп, 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 хоп. Берем растворитель на ватном диске, легонечко прошлись, и все, сказка. Вот так, гораздо легче, чем нежели потом убирать вот такие вот, это где поторопился я и сорвал скотч, вот видите, вот эту абракадабру убирать придется очень-очень долго. Ноготками, другого нет. Если взять какой-то шпатель и поднажать, в пластике появляются вмятины. И они даже от пальцев могут появиться. Начинаем отдирать старые обои. Для этого я их сейчас обильно смочу водичкой, чтобы легче, чтобы не мучиться. И быстренько, я надеюсь, отдеру. Вчера дома нашел интереснейший инструментарий, вот такой вот. И вот сейчас комната без обоев, но она более родная, чем комната с чужими позорными обоями. Вот тут хорошая надпись, смотрите. Юра плюс Рая. И Галя плюс, видите, Галя плюс Вася. Кто такие эти Юра и Рая, и Галя и Вася? Живы ли они? Давно ли они делали надпись? Вместе ли они? Вот было бы здорово. А может быть вы смотрите наш канал? Галя, Рая, Юра и Вася. Что вы делали в нашей квартире? Наверное, вы строили этот дом. Потому что вот, когда я ремонтировал квартиры, а я уже очень много квартир ремонтировал, когда мы их снимали, у меня даже в мыслях не было нацарапать свое имя под обои. А вот тут, видите, нацарапано. Поэтому так делают обычно строители. Удаляем старую плитку, вот эту вот позорную. Разноцветную, обратите внимание, видите, какой дизайн человек придумал. Вот, с помощью перца. Вот так. Улетел у меня бур. А мог бы в класс попасть. Вообще, даже все делают профессионалы. На удивление, именно то, что я больше всего боялся, сделалось буквально за 10 минут очень-очень быстро. Ну, благодаря, конечно, инструменту. А вот со скотчем на окнах и с обоями пришлось повозиться. Мастера скажут, надо отбить вот эту всю штукатурку. Но я этого делать не хочу, потому что долго и муторно. Еще и штукатурить это очень долго. Поэтому я хочу пойти по лайт-варианту. Это сточу немножко красочку, где получится, и всякие выступы уберу. А сверху мы пройдем тоненьким-тоненьким слоем, какой-то штукатурочкой легенькой. Вот. И наклеим огойчики. Я думаю, что у нас будет прекрасно. Потому что я не верю в ровность стен. Все мастера, которые говорят, во, у вас стены кривые, давайте сейчас все это снесем до кирпичей, заново все оштукатурим, будет ровно. В итоге смотришь на ровную штукатуренную стену, а она такая же кривая, как и была. Ну, может быть, не такая же, чуть-чуть получше, но в целом не стоит на тех денег, которые в нее приходится вложить. Хочется сказать, весь мир, насилие мы разрушим до основания, а затем. Прошло два часа, я практически ничего не сделал. То есть тут максимум два квадратных метра. Если так пойдет дальше, то я это должен буду делать месяц. Вот мусор ждет меня. Целая куча. Я уже думал, что мы все вынесли отсюда. Мы пришли за смесителем. Современный реалий. Хочешь зайти в магазин, надень маску, продезинфицируй руки. И речь с улыбаясь. Мама, ты меня забыла. Мир сантехники и смесителей ожидает каждого, кто делает ремонт в квартире. Вот как, как вот в этом многообразии выбрать? Вы по какому принципу смеситель себе выбирали? Поделитесь. Давай, я в тебя верю. Мы сейчас справимся. Нам нужен смеситель из стенки с маленьким носиком, с кранчиком таким, с одним, одноручный. Но там металл всякий, латунь. Да, город нужно искать латунь. Ну где же ее взять-то? И как ее определить? И как на зуб? Сейчас будешь грызть. А, вот смертельный номер Алексей грызет. А еще мы хотим купить недорого. Вот, саму сантатор 4. Смеситель короткий, для ванны, излив, БС-01. Я вам не покажу, потому что нам самим надо. Вроде тяжеленький. Решили взять вот этот, смотрите, с огромной скидкой. И в нем присутствует латунь. А это самое главное. На рынке латунные меньше трех нет. А здесь, смотрите, две. Со скидочкой берем леечка. Алло, да? Телевидение? Телевидение? Правда, и нет. Алло, алло, алло. Да, телевидение взять. Рыжайки. У нас масочные закупки. Перешли в мир дверей. Дверь пока не ставим. Нам нужно парочку. И я все равно отдаю предпочтение светлым. У вас какие в квартире двери? У нас во всей квартире нашей, где мы живем, светлые. И в однокомнатной мы тоже будем выбирать светлые. Ну это я так думаю. Алеша не знаю. Пойдемте у него спросим. А мне вот это очень понравилось. Смотрите, она, наверное, не обработанная. Ага, точно. Она классная. Даже пахнет деревом. А тут двери за дверями. Двери за дверями, да. Посмотрите. Вопрос на засыпку от меня и наших зрителей. Какие двери ты выбираешь? Папа, папа, пойдемте. Межкомнатные, белые, светлые. Светлые? Древянные. Вот, я так и сказала, что тебе понравятся больше светлые. Не бойся, пап. Вот такие у нас проходы к туалету. Это огромный, бесконечно торговый зал. И ребенка в туалет отвезти. Это очень далеко. Прямо как в чародеях. Люди, где вы? Это мы еще не дошли. И все в одном месте правильно. И мы вижу. Самое главное преображение происходит вот здесь. В нашей ванной комнате. Видите, плиточка выкладывается. Мастер наш работает. Вот у нас, видите, две стены темные будут. А эти две стены будут светлые. И пол будет светлый. Ванна небольшая, метр тридцать. Но все равно, метр тридцать лучше, чем метр двадцать. И лучше, чем сидячая. И даже, на мой взгляд, лучше, чем пластиковый душ. Вот наш шкафчик из Икеи. Называется Fulin. Стоит он семьсот рублей. Чем нас он очень порадовал. И он идеально подходит к нашей вот этой раковине. Что мне нравится в Икеи, что все дрычьи, где надо. Все подходит. И самое интересное, что шурупчиков ровно столь, сколько нужно. Их не хватает и не остаются лишними. Вот как они так умудряются собирать мелочи? Так вот элементарно собираются ножки пластиковые. Это регулировка высоты мойки непосредственно и уровня. А это пластиковый блок, которым он крепится. Ножка крепится к нашей полке. Почему пластиковый? Да потому что раковина все равно будет прикреплена на клей к плитке. Соответственно будет нагрузка только в одном случае сверху. И никогда она не денется. И соответственно не сломается. У нас еще ничего не сломалось в Икеи. Какого бы ни было материала. Кто-то пишет, что это не дерево, а картон, пластик. Это ужас. Да ничего. Все там рассчитано идеально. Я вот не понимаю хейтеров Икеи. Почему они так озлобились против этого? У нас достаточно много людей, которые Икею не приветствуют. А мы их очень любим. Так, ножки прикрепили. Теперь остались дверцы. Вот наша полочка готова, собрана. Я не стал устанавливать двери, потому что нам еще полку прикрепили к стене. И она нам будет мешать. Дверь я пока просто положил для вас. Кроме того, нам еще дали петли, чтобы мы раковину прикрепили к стене. В инструкции совет, как правильно установить. То есть я считаю, что все для людей. Мне полка очень нравится, как и вся Икея. Чуть-чуть запаса, но ты всегда делаешь. Хорошо. Несколько вдруг, ну мало ли, туда что-то надо долезть. Идет вот такую схему. А, о, супер. Здесь можно и так, конечно, вот он, вот, все. До сливы долезешь, да? Вообще вот. А чем ты просвернешь? Почему не перфоратор? Твой долг. Перфоратор нельзя. Да? А вот сразу лопнут. Сразу лопнут, паутины пойдет. А это специальные перья победитовые. Ну они как по керамику, по стеклу считаются. Но по стеклу лучше трубку использовать. А это вот перышками по керамике. Исправляется простой шуруповет? Конечно. Они как скальпель острые, что ли? Они не устроят, они тут твердосплавные. Вот это вот так. И здесь примерно так. Вот и красота. Так. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот что мы наворотили за этот месяц. Если вам было интересно, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наши следующие видео. До новых встреч!